К другим темам. В Чувашии активно развивается животноводство. В 2012 году были открыты 30 ферм. На днях открылась семейная ферма в Парецком районе. Юрий Голубев получил средства для своего крестьянского фермерского хозяйства по ведомственной сливой программе. 25 миллионов рублей было выделено предприимчивому паричанину. 10 из них получены в качестве гранта. У вас сейчас вот это все для телок будет, допустим, ну для коров? Это будет, да. А следующий будем строить откорм. Это уже на следующий год. Это в лето будем закладывать. Эта ферма была построена осенью. Здесь разместили 59 голов крупного рогатого скота. Все телочки герифорской породы были куплены в Татарстане. Занимались в основном мы растеневодством. Сели пшеницы, ячмень, горох, горчицу, все там подобное. Ну вот эти кризисы показывают, что человек должен стоять на двух ногах. А у нас, как говорится, в растеневодстве, то есть в сельском хозяйстве это растеневодство и животноводство. Это испокон веков ведется. Поэтому мы задались решением, как говорится, именно завести скот. Порода герифорки является самой популярной в мире. Она выведена в Англии. Эти буренки выносливы, приспособлены к различным природным условиям и к продолжительному содержанию на пастбищах. Порода славится крупными размерами и силой. Мясо отличается высоким качеством, мраморностью и считается наилучшим для приготовления стейков. Мы будем производить мясо в живом весе 70 тонн в год. И параллельно, и этим уже сейчас первым днем занимаемся, будем создавать племорепродуктор на нашей базе по выращиванию именно мясного скота породы герифорта. С открытием этой фермы жители сел Любимовка и Сиреси получат новые рабочие места. В планах фермера построить еще два коровника и довести поголовье до 420. Этот объект для нас тоже важен, потому что он входит в один из трех объектов, которые получили гранты в рамках развития семейных животноводческих ферм. И все эти три фермы у нас сегодня, это последний издаточный объект, сданы. То есть те гранты, мы считаем, что получены не зря, и они будут в дальнейшем стимулировать развитие не только этих хозяйств, но и развитие сельских поселений, развитие деревни. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.